Здравствуйте, дорогие вязальщицы! Вы на канале Пора Спиться. С вами я, Тоня Февралева. Я вам сегодня хочу предложить связать вот такой вот плоский, объемный шнурок или ремень, или ручку для сумки. Выбирайте сами. Я себе уже придумала вот такой вот ремень для джинс. Обрезала от старого ремня фурнитуру и уже все пришила. Вот такой будет красивый серебристый у меня ремешок. Поскольку я счастливая обладательница очень широкой талии, мне очень сложно найти ремень, чтобы был красивый, подходящий по цвету для какой-то определенной одежды. И теперь я абсолютно не парюсь по этому поводу. Я вяжу себе ремни нужной мне длины, нужного мне цвета. И чего я вам советую, если у вас тоже есть такие же проблемы, как у меня. Этот ремешок двухсторонний, абсолютно одинаковый. У него красивые края. Такая двойная косичка по краям идет. Нужно набрать 3 петли и мы будем повторять 1 ряд. После того, как набрали 3 петли, сразу же начинаем вязать первый ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая. Делаем накид таким образом. Далее 1 петля лицевая. В конце последнюю петлю вместе с накидом провязываем лицевой за переднюю стенку. Разворачиваем вязание и снова повторяем этот же ряд. Когда вы только наберете петлю, у вас в конце вот этого накида не будет, который мы вначале делаем, поворачиваем, он у нас в конце остается. Поэтому в первом ряду вы просто 1 петлю лицевой провяжите. То есть я сейчас покажу. Сняли петлю, сделали накид, 1 лицевая. В первом ряду у вас вот этого вот накида не будет. Вы просто провязываете последнюю петлю лицевой за переднюю стенку. А в последующих рядах провязываете лицевую вместе с накидом за переднюю стенку. Вот и все. И получится такой красивый двухсторонний ремешок. Я надеюсь, вам понравился такой вариант ремешка. С вами была Тоня Февралева. Я всех вас очень сильно благодарю за то, что досмотрели до конца. Желаю вам всего самого-самого-самого хорошего. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok